Любой человек 18-20 лет, который будет идти не по тому пути, что тебе родители дали, чтобы ты учился и прочее, у них всегда будет дома проблемы с семьей. То есть ты не можешь прийти домой и сказать, мам, я стану блогером, либо я хочу в доту играть, либо я хочу на учебу забить и стать спортсменом. Мама очень беспокоилась, когда я много за компом сидел и никак не было, ну, я не мог ей объяснить, что я к чему-то иду, что я не просто так за компом сижу, не делать нечего. Я и пытался как-то это объяснять, но она не понимала и хотела, чтобы я, ну, так получилось и там к чему-то другому шел, а не к этому. Когда я познакомилась с Зауром, я поняла всякие шутки из паблика ВКонтакте, что там, не знаю, мальчик предложит помощь, а мужчина поможет. Ну, мне хоть и говорили, что они, мол, понимают, что на моем месте кто-то еще ушел бы, все такое. Они понимали, но в то же время, конечно же, там были большие планы в Дании, там, это все, если я ухожу, это все рушилось. И ребята именно в Тильте были, и меня тяжело было на них смотреть, поэтому я эти два дня практически один провел, ну, периодически видел с ними, в Дании разговаривал. Понимал, когда я ухожу, что я поступаю плохо, то есть то, что там люди будут писать, мол, ты поступил так, ты это, я делал это осознанно. То есть я понимал, я поступил как эгоист, я это знал, я был ко всему готов. Когда был малым, я больше таким эгоистом был, я о таких вещах не думал. Вот сейчас я начинаю думать, и маме говорит, что я люблю, и с ней там время проводить, а раньше такой, такого не было никогда. В какой-то момент я прихожу в команду, у меня есть желание играть, и потом бывает такое, что у нас не получается, у меня желание пропадает, вера в тиммейтов пропадает, и я сам расслаблялся, и относился, ну, плохо к игре, то есть команде я там мало тренировался, мало времени уделял криплеям и прочим. Я плохо поступил, но я захотел поступить как эгоист в данном случае, потому что в жизни я за свои 21, я уже понял, что иногда нужно так поступать, чтобы быть в плюсе. И надо быть уверенным в себе, чтобы не говорить другим людям, как вы плохие, как я хорош. Тиммейтам огромное спасибо, что поверили, взяли меня, я еще полностью не показал себя, но все еще впереди, главное, чтобы меня верили, чтобы я верил в них. И огромное спасибо личным фанатам, которые за последнее время очень долго следили, говорили, писали приятности, очень мало хейта было, я это заметил, так что да, вам спасибо. Я надеюсь, что у нас все получится, и мы полетим в Стокгольм. Надеюсь, да. Да. В Тильте все, но Заяц, Рома, я думаю, мы втроем быстрее всех отошли от этого. Конечно, всем обидно, когда начинаешь об этом думать, это обидно, поэтому нужно отвлекаться от этих мыслей. Просто кто-то показывает, что он в Тильте, а кто-то нет. Я думаю, каждый расстроен, если сидеть и думать, и говорить об этом, каждый будет унывать и грустно сидеть, потому что нельзя всегда побеждать. Рано или поздно ты прииграешь, рано или поздно ты выиграешь, поэтому кто знает, вдруг ты в следующем году даже не играешь.